Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала! Продолжаем опыты! Сегодня проводим опыт на универсальные зарядники по методу выравнивания. Вот зарядник. В чём его смысл, ребята? Смысл этого зарядника в том, что напряжение 48, а мощность, сила 0,2 ампера. То есть, низкая сила, но высокое напряжение. Что позволяет настраивать лампочки на нулевой вариант. Вот эта лампочка у нас 100 ватт, а расход 0. Как видите, расход нулевой. Стрелка счётчика стоит на нуле. Но мы на этой системе можем не только соску, но и другие лампочки настроить. Горячая зарядка. Этими, кстати, ребята, подождите, сейчас не буду открутить. Можно вполне отапливаться зимой. Сейчас проверим нагрев. Видите, нагрев колбы 88. 89 градусов. То есть почти 90 градусов. То есть можно отапливаться. При этом вы видели, что расход 0. Берём тряпочку и пробуем другие лампочки на этот вариант. Ай, горячая. Ставим лампочку номиналом 40 ватт. Как видите, лампочка спокойно горит. При этом расход у нас также нулевой. А в данном варианте, где сороковка, видите, ток ещё возвращается назад в сеть, выходит. То есть у нас стояло на грани, а сейчас пошло. То есть эта сороковка ещё вырабатывает ток в сеть. Далее. Просмотрим другие варианты. Значит, сотка у нас работает на нулевом потреблении, ребята. Сороковка тоже. Сороковка ещё и назад возвращает. Но сороковка сильно не греется. Её использовать для отопления, видите, смысла нет. Тридцать, пять, сорок. Ну, она только включена. Ну, догреется до пятидесяти максимум. А вот сотку можно использовать для отопления. Дальше. Возьмём, значит, какие у нас ещё тут есть варианты. Сотки. Сотку мы проверяли. Вот вариант, ребята, проверим. 60 ватт. Проверим 60 ваттный вариант. Вот. То же самое, как видите, лампочка загорелась. И то же самое наблюдаем. Нулевой расход. Далее. А какой же обогрев? Тут обогрев получше. Давайте проверим. Правда, надо ждать 30 минут. Но проверим так. 55, 60, 60 градусов. Ну, она ещё нагреется, ребята. Грауссов 70-80 будет. А сотка 90-100. И тоже нулевой расход. Видите? Что ещё можем проверить? 60, 100. А! Вот у нас есть галоген прожектор, ребята. Вот. На 75 ватт. Тоже проверяем на этой системе. Как видите, свет горит и довольно нормально. Каково, какой же расход? Расход к этой системе 0,0. Расход также 0. Что у нас ещё есть? Ну, в принципе, более ничего нету. Светодиодные лампы на этой системе работать не будут, ребята. То есть проверили 4 вида ламп. Расход нулевой. Также на этой системе можно заряжать аккумуляторы 48 вольт. В чём смысл её? А в смысл в том, что ток она не может, когда, значит... Давайте это обрисуем. В чём смысл? Зарисуем схему. Об этом я рассказывал уже. Подвинем штук и показывал. Значит, смысл... Вот у нас вот этот зарядник, значит, какой у нас, 48 вольт, мне удалось найти на барахолке. И всего 0,2 ампера, то есть мизер. Напряжение у нас высокое, а подать ток больше мы не можем. Что получается? вот лампа. Значит, лампы использовали 75 ватт, 100 ватт, 75 ватт голоден, 100 ватт, 40 ватт, и 60 ватт. Ну и другие бы пошли, больше просто нету. И другие устройства будем проверять. Что получается в итоге у нас? А вот что получается. Цепь замкнулась здесь вот, и лампа стала выдавать ток. Лампа. Назад. Сюда. А ответить, видите, силёнок-то у нас тут нет. Ответить мы не можем. Мы не можем ответить. То есть забрать ток и ответить. То есть отсюда не поступает, когда лампа сюда пошла, отсюда не поступает. Значит, здесь проходит время, чуть-чуть затухает. Опять идёт небольшой зарядик, 0,2 ампера всего, чтобы подогреть. И опять назад. А мы не можем. То есть получается так. Мы подаём мизер, а питаемся на своей энергии. Понимаете? Потому что этот выпрямитель не может подать больше. Если бы он мог подать больше, то он бы подал опять. Это подаёт сюда, а это сюда. И у нас бы был перерасход. А так у нас получается нулевой расход. То есть 0 Ватт. Чуть-чуть мы берём на запуск и на поддержку вот этих параметров, 48 Вольт. И всё. Всё остальное вырабат лампа. То есть 99% вырабат лампа, а вот этот вот процент или там полпроцента, он просто остывает. Пока лампа своё израсход, здесь остывает и отходит назад. Так как мы прекращаем своей энергии лампы, мы прекращаем, значит, запитку сюда. То есть схема именно на уравнении токов. Как я и говорил до этого, надо подбирать, значит, высокое напряжение, здесь 48. А желательно ещё выше, ребята. И малая пропускная способность токовая, видите, всего 0,2 А. Вот это позволяет, значит, этому, вот этому заряднику быть БТГ. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok